уважаемые зрители друзья вы на канале александр бабулев и народ и на связи со студией директор череповецкого литейно-механического завода владимир баглаев владимир николаевич рад приветствовать здравствуйте слушайте зрители здравого смысла и хорошего настроения от того как мы наверное сегодня надеюсь вправо-влево погоняем наши способности помышления и логики хорошего настроения вам друзья присоединяюсь несмотря ни на что вместо предисловия хотел вспомнить культовую но во всяком случае для нашего с вами поколения книгу аркадий борис стругацкий понедельник начинается в субботу есть там такой момент двум людям решающим задачу подходит 3 и говорит ребята идите пить кофе эта задачка официально доказано не решается один из этих двоих по моему это был крестобаль позиевич хунта великий инквизитор сказал но мы знаем что задача не решается именно поэтому нам интересно ее решать кресте сказал этот третий но кристо вернее но это же бессмыслица решать нерешаемую задачу теодор мягко возразил великий инквизитор бессмысленно решать задачи у которых есть решение к чему я это владимир николаевич я вот смотрю на ситуацию в стране и вижу перед нами большое количество внешне нерешаемых задач то есть они решаемые но не проходят по политическим соображениям экономические задачи в частности а вот из из этого набора нерешаемых задач чтобы вы выделили в первую очередь на чем интереснее всего вам бы лично было бы поработать ну александр всегда как у промышленника производить производственника у меня возникает вопрос какие цели вы перед собой ставить решая ту или иную задачу вы решаете вы хотите достигнуть цель поэтому зависимости от того кто будет выбирать для себя ту или иную задачу наверное будут разные моменты то есть я попытаюсь ответить на вопрос так как предположим предположим перед россией стоит какая-то цель да не перед каким-то там отдельно взятым кругом олигархов или компрадоров или кого-то а вот как бы перед россией про которую нам рассказывают в лозунгах которая должна быть сильная которая должна быть суверенная которая должна обеспечивать уровень жизни хорошей своим своему населению которая должна развиваться темпами не ниже мировых и которая должна быть страной который в общем-то является примером для других народов ну вот так мы об этом слушаем изложенным как минимум да все что вы сказали есть если предположить что мы ставим перед собой такую задачу то она действительно очень сложна с точки зрения почему она мало решабельно или сложно решабельно или вообще не решабельно данной ситуации дело в том что на ситуации когда по признанию политологов более 85 процентов руководителей всех ветвей власти и правящего класса являются представителями компрадорской элиты и не более 15 процентов патриотично настроены очень сложно при таком раскладе сил ставить задачу по возврату суверенитета страны а без этого суверенитета мягко скажем все остальные задачи по темпам роста развития повышение уровня жизненности невозможны каким образом имея власть абсолютно компрадорскую сделаешь страну абсолютно суверенную вот согласитесь достаточно тяжело решабельная задача да и вот с ней конечно интересно было бы поработать право влево погонять или условия как заставить компрадоров и стать патриотами то есть разговоры о девшоризации и так дальше мы уже слышали не раз оказалось что у нас в офшорах не только частные компании и олигархические но даже наши государственные компании тоже находятся все в офшор поэтому в этой ситуации очень сложно было вернуть офшорных олигархов но что для начала нужно было вернуть государственные компании которые так и не вернулись помните ситуацию когда у нас были взрывы в аэропортах и выяснилось что наши службы безопасности самые великие превеликие которые все про всех знают не смогли определить реальных вне старых владельцев крупнейших аэропортов страны то есть ну это особенности определенные которые нам конечно редко озвучивают с центральных экранов но это о том насколько действительно страна в общем-то потеряла признаки неформальные а реальные признаки суверенитета это касается всего технологического суверенитета надо ли расшифровывать о чем я сказал финансово-экономического суверенитета надо ли расшифровывать что я сказал понимаете ну и в этой ситуации конечно когда мы ставим задачу развития то безусловно необходимо выходить из-под влияния внешних сил а так как внешние силы по сути дела на сформировали нынешний правящий класс я думаю тоже не расшифровывать да и приводить аргументы и факты подтверждающие эту фразу то вот задача действительно тяжело решабельно две ремарки позволите вот потому что вы сказали вы сказали наших госкомпании в офшор владимир николаевич так вот поража положа руку на сердце они реально госкомпании или они госкомпании только когда убытки когда прибыли они вовсе сейчас я но давайте так по этому поводу в общем то многие уже высказали что по большому счету приватизируются у нас только прибыльные предприятия сами прибыли а все что касается убытков остается на на долю государства и народа это понятно но другой стороны у нас даже понимание госкомпании на самом деле это точно не однозначно потому что вот те нормативные документы которые мы иногда получаем где рекомендуется компаниям с госучастием не ниже столько-то процентов делать то 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 есть о чем я читаю в этих документах оказывается что у нас компании которые имеют стопроцентное участие государства их во первых не так уж много что касается нефтегазопереработки их там вообще практически нет они как правило компании с госучастием с тем или иным процентом и даже это государство принимает или нормативные акты которые по идее ну хотелось бы сделать обязательными то в этих нормативных документах пишется рекомендуется компаниям государственным участием а без госучастия даже рекомендовать государства ничего не может а что у нас газпром достояние россии я про газпром и хотел вам сказать вот вот это вот капитализация газпрома во что оценивается это национальное достояние это просто но я не знаю приговор менеджмента этой компании и от газпрома недалеко ушли нефтедобывающие компании в общем с этими госкомпаниями честно говоря какая-то происходит ерунда владимир николаевич но здесь я не совсем согласен с той по основе вопроса который как вы обозначили что капитализация а кто и а кто и обозначил эту самую капитализацию кто назначил нам эту сцену капитализации кто нам назначает цену на наши некий никель медь нефть кто назначает цену на наш газпром он означает цену на предприятия показатели компании ну ладно мне мне данной ситуации все равно да в этом плане кто и как там оценивает те или иные показатели той или иной капитализации почему важна капитализация я опять-таки в этом обращаясь то важно для того что крупная компания под залог капитализации привлекает кредит понимаете да и если кто-то вверху решил там в нью-йорке в вашингтоне что давайте мы остановим кредитование сырьевой промышленности россии и чтобы они не были кредитоваться понизим капитализацию их компания это делается очень легко опять-таки михаил хайзин в этом плане правильно все расписывает а на основании каких данных капитализация повышается и поднижается кроме всего прочего есть специальные есть политические факторы хочу вредно заметить аудитерские зарубежные компании проводят аудит наших компаний с участием разных всех и после этого делают все заключения есть там политика нет там политика это отдельный разговор для меня гораздо интереснее другие цифры газпром наше достояние так дальше предположим условно говоря хотя там опять-таки практически половина доли акционеров государству не принадлежит напомню вам также это да и там держатели американские занимают очень себе приличную долю я сейчас про другое значит по данным сайта фактбук или книга фактов которые заполняют работники специальной организации центрального правительственного управления да 12 летней давности разведывали про запасы природные запасы россии оценивались примерно на тот момент 130 триллионов долларов сша это без леса на корню и так дальше на сегодняшний момент эта цифра явно превосходит из разведывания за счет покупательской способности доллара 170 триллионов долларов сша если это реально посмотреть чтобы было если проведали ну мы с вами получаем огромную и в этой ситуации когда какой-то там клерк охарактеризует что газпром который является одной из крупнейших держателей этого самого природного ресурса разведывательного да отсоединяются какие-то там какую-то там капитализацию ребят просто по барабану с моей точки зрения мы в принципе пытаемся решать наши задачи вот как там начали разговор по правилам внешних сил капрадорской элиты пытаемся решать национально ориентированную задачу не получится нифига и поэтому когда мы это вот хорошо вы начали там что-то наше правило нарушать а мы вам понизим вашу капитализацию ну а как вы хотели понизят вы говорите плохое управление безусловно плохое почему потому что мне просто кажется первичный фактор вот вот эти вот злонамеренные ребята которые понижают капитализацию газпрома так все седьмая вода на киселе управление если компания успешно если она динамично развивается плевать во всех этих выпыхать вы понимаете вопрос шедофрении во власти вопрос стоит на всех уровнях компаний в госучастие почему потому что если задача решать национально ориентированные цели достигать условиях компрадорской внешнего управления то все что касается компаний в госучастие она натыкается ровно на такую же проблему не может быть компрадорское государство по внешнему управлению а у него во власти будет компания в госучастие с отечественными целями и задачами она тоже будет страдать вот это вот раздвоением сознания в одной голове или расстроением или расчетернением владимир калач темы нерешаемых задач я считаю раскрыли полностью боксами с мая с моей второй ремаркой мы ее как раз тут вставим в план нашей беседы дальнейшей так органическим образом вот я хотел сегодня честно говоря поговорить о серьезном еще копался тут в экономической статистике и попались мне на глаза так называемые таблицы или графики британского экономиста ангуса мэдисон на него кстати часто в своих лекциях ссылается александр александр чалуза вот давайте графиками не будем пугать наших зрителей коротко скажу об их сути значит было проведено такое достаточно подробное и за очень длительный период времени исследования за 200 лет мэдисон взял статистику развития стран в мире принцип очень простой он учитывал такой показатель как валовый продукт на душу населения и качество жизни в этой стране который он свел к показателю продолжительности жизни но это согласимся достаточно такой репрезентативный показатель вот и оказалось что разрыв между развитыми странами за 200 лет за период 200 лет не сокращается а только увеличивается если 200 лет назад между лидерами отстающим была разница в четыре раза то сейчас это разница в сто раз то есть не происходит конвергенция мирового уровня развития то есть выравнивая выравнивание происходит наоборот дивергенция ведущие страны уходят 23 и в этом смысле вот простите меня за резко все это вот нарезание резьбы в носу когда не решаются проблемы нашей экономики когда зачастую значит вот выдается желаемое за действительное разве это не предательство будущих поколений которых мобликаем жить вот в не разу этой стране наше лидер уходит вперед ребята не надо заблуждаться надо обманываться лидеры уходят вперед и будет уходить по одной причине чем больше у вас ресурсов тем больше у вас возможности на задней день перераспределить будущие ресурсы свою пользу и никто просто так от возможности победить в распределении ресурсов от своей победы не откажется это понятно даже детская игра монополию я уже дочка монополию периодически играю она меня уговаривает вот если ты какой-то этап перешел когда у себя собственностью в твоем контроле то и второе кубики бросать бессмысленно поэтому это естественно так другой стороны насчет предательства поколения страны ащу решили что компрадорская элита компрадорская назначенная кем-то власть заботится о вашем поколении о вашем потом о вашей территории ведь один известный американец сказал что живое решили что ваша элита это ваша элита и наши элиты если собственность вашей элиты нашей территории в наших странах если ваши дети у нас на территории чего решили что это вашая элита понимаете поэтому вопрос о чьих поколениях о чьих потомках они должны думать. Мы же ежедневно читаем в прессе, кто куда уехал, где находится, чья жена, чья любовность, а чьи дети отдыхают и присылают фотографии и видео с тех или иных. Мы же это видим. Даже центральные каналы нам это показывают, что если вдруг мы случайно не забыли, то нам покажут. Поэтому вопрос такой эмоциональный, о чем они думают? Ну, они думают, наверное, не о нас, не о вас. О чем проблема? О себе они подумали. Вы поймите сам смысл сути компрадорского правящего класса. Компрадорский правящий класс, он потом называется компрадорским, что он живет за счет продажи интересов страны и ее населения. А вот сейчас... Очень сложно призывать к совести глиста или какого-то другого паразита. Как тебе не стыдно? Да, ну, перестаньте. Он так живет. Мы так хорошо. А вот этот условный батальон Монако, он ведь в последнее время тоже несет потери. То есть, будущее их поколения тоже под вопросом? Ну, смотрите. Впервые правящий класс и народ страны оказались... Даже смешно об этом говорить. Не верю сам в то, что говорю, в одной лодке. Разве нет? Ну, давайте так. Значит, за счет чего на первом этапе после развала Советского Союза компрадорская элита получила достаточно большие бонусы от продажи ресурсов страны. Страна была великая, страна была могучая, страна была с большими возможностями, в том числе и оборонными, и военными возможностями. Поэтому договариваться приходилось о дележке ресурсов страны с сильной, могучей страной. Прошло 30 лет. Страну раздербадили. Возможности за переговорным столом распределения ресурса стали меньше. Специальная военная операция показала, ну, так сказать, некоторое снижение наших потенциальных возможностей ударить кулаком по струк. или каблуком по трибуне, да? Ну, стало меньше таких возможностей. Соответственно, хочешь не хочешь, в этом распределительном процессе ребята, которые появились, у них появилось больше возможностей в переговорном процессе, сказали, ребят, а с какого перепугу мы вам должны платить так, как будто вы великие, большие и сильные? Вы уже все больше банановые, поэтому ваша доля в нашем распределении должна стать ниже. Или вы оставаетесь в том же объеме, вас пускай будет только же много, но меньше каждому, или снижаете количество едоков с вашей монахской стороны, условно говоря. Это абсолютно естественный процесс. Понимаете? Для того, чтобы участвовать в разделе мирового пирога, частью которого является прослойка жирная в России, необходимо иметь право потребовать свою долю. Я, надеюсь, сказал так, что не надо расшифровывать, верно? Абсолютно понятно. И если вы не можете предъявить никаких аргументов, почему за вами даже сохранить те или иные, это один момент. Второй момент, еще раз, возвращаясь в 90-е годы. В 90-е годы, когда приходило определенное мероприятие с нашей страной, вдруг оказалось, что самые великие, самые грамотные, самые умные, самые достойные люди, которые будут владеть всеми имуществами нашей страны, это уникальные гении, которым 27-30 лет. Очень случайно молодежь в 27-30 лет стала хозяевами огромных богорств. Я помню, как происходил поиск этих ребят, как с ними работали. В какой-то мере я сам это уже возраст, поэтому я хорошо знаю, как происходила эта работа, так скажу аккуратно. Поэтому у меня иллюзия по поводу реальной гениальности и прочих способностей тех людей, которые стали во главе как бы собственности бывших советских активов, ресурсов страны, я иллюзии не питаю. Сейчас эта категория людей подошла к своему физическому ограничительному порогу по равным причинам. Прошло больше 30 лет. Необходима следующих, следующая группа компраторско настроенных управленцев, как бы собственников, которые должны сменить предыдущую группу товарищей или не товарищей, как эти назначать. С какого перепугу ребят на пенсии кормить так, как будто они на работу пришли в цех? Они пенсионеры. Пускай в Монако, но пенсионеры, да, какие-то пенсионные им назначат, не такие, как, наверное, рабочему завода, но у них их монахская пенсия, я условно говорю, а на управление активами в стране как бы собственников должны прийти другие молодые, которые будут отрабатывать и им тоже надо что-то платить. А так не получается, что и старым оставить старую зарплату, условно говоря, и еще раз, вы сопоставьте цифры. Стоимость активов в России порядка 200 триллионов долларов США. Те как бы олигархи, которые владеют сырьевые всем этим делом по капитализации, на которую вы ссылаетесь, не превосходят общую цифру в 400 миллиардов долларов США. Возникает вопрос, а разница между 400 миллиардов и 200 триллионов, она чья, она где? Ответ очевиден. Это собственность тех, кто управляет. Через тех, кто сегодня считается наше время. Это даже не мой зуб, это его зуб. Вы рассуждаете цинично, но вот какой акцент, Владимир Николаевич. Мне кажется, он очень важный, поэтому я вас, извините, перебил, извиняюсь перед вами, перед аудиторией, но это действительно важно. Вот я почему про Мэдисона вспомнил. В общем-то, полагеты, значит, теории изоляции России, хатонического бурундучизма, мы народ бурундук, сейчас уйдем в леса, будем сыроежки на пеньке жарить. Они же тоже как бы совершают преступления против будущих поколений, потому что, как нам доказал Мэдисон, пока мы там жарим сыроежки на пеньке, в этот момент разрыв будет еще более драматически увеличиваться. Поэтому, когда вы говорите выходить из-за под влияние внешних сил, это же не означает, что мы свернем кооперацию с внешним миром. Или означает, вот уточните, пожалуйста, это очень важный момент. Возвращаемся к началу нашего с вами разговора, давайте решать нерешабельные задачи. Ситуация действительно так. Выглядит, что оставаться на старых условиях в глобальном мире нам сложно. Нас за 30 лет связали так, что вправо-влево нам не дернут. То есть, кто-то за бедра держит нас конкретно, и очень сложно в этой ситуации как-то в сторону отскочить. Реально так. Потому что с точки зрения изоляции мы себя обманывать не должны, особенно промышленные производственники. первые каналы, конечно, народ могут рассказать про импортозамещение. Прошло больше года, импортозамещение не только не продвинулось ни на один шаг вперед, наоборот, мы потеряли на этом пути еще много-много очень важный фех просморстований. Это прошло, опять-таки, в рамках взаимодействия с денежной системой России и в том числе банковской системой. Оборотных средств у промышленников стало в этот год меньше. Каким образом при снижении объема оборотных средств в производстве вы хотя бы поддержите уровень жизни, объем производства и уровень жизни населения? Я уже не говорю об инвестициях в основной капитал. Это сделать невозможно по определению. Понимаете, да? Поэтому таким образом мы говорим, что без финансового и технологического суверенитета они между собой вязаны, но перед финансовым конечно стоит говорить, а обеспечение себя чем-то необходимым, пускай даже худшего качества не получится. В этом плане я с Леви Шагевзадовной согласен, которая говорила, что в нынешней ситуации произойдет упрощение нашей экономики правильное упрощение. Почему? Потому что машины будут у нас с механической кропкой передачи, без подушки безопасности, без всего остального, просто потому, что на стране их не делают. Ну, возможно, появятся китайские, да, как вот сегодня в Москве начали появляться машины, где на руле китайский язычок стоит, его даже там снять не могут. Почему? Потому что там подушка безопасности устроена. Ну, так, условно говоря. И это момент, который безусловно очень важен. Поэтому, да, без участия в международном разделении труда, без международной кооперации не допустить. Это очень важная констатация, Владимир Николаевич. Я просто хотел, чтобы вы это определили. Не допустить упрощения в технологиях практически невозможно. Опять-таки, вот только мы говорим про электронику, о том, что вот на Тайване там делаются процессоры, которые никто умереннее может изготовить, в том числе потому, что эти фабрики снабжаются тайваньским оборудованием, которое производится только в Голландии. И далеко не каждый голландец может себе позволить поставить это оборудование в любую другую страну, кроме Тайвана, в том числе Америку и в Китай тоже это оборудование не может поставить. Тайвань может, а США нет. по каким-то странному стечению остается чьих-то решений. Для того, чтобы достигать сегодня технологии 1-3 нанометра, это оборудование производится только в Голландии. Ну, казалось бы, вот они, голландское счастье, и голландцы держат всех за одно место в микроэлектронике. Ничего подобного. Дело в том, чтобы голландцам это оборудование произвести, они должны получить оборудование сложное, техническое, входящее в состав их конечного изделия из 28 стран, каждое из которых направление является, по сути дела, уникальным и очень сложным в исполнении по разным причинам. И эти 28 стран, которые поставляют свои поставки в Нидерланды, тоже не могут по своему желанию поставить свою часть, 1-28, кому угодно в этом мире. И дальше возникает вопрос. Это все случайно или все-таки этот процесс сложился в том числе с каким-то достаточно пристальным взглядом управленца, который разносит высокие технологии по разным территориям, не оставляя ни у какой территории ни у какой страны шансов на то, чтобы манипуляризировать право на знание, на власть, на высокую технологию. И есть момент. И переход на суверенную базу технологическую в любой стране, хоть в Америке, хоть в Китае, это упрощение. И вот тут та война, которую сейчас мы наблюдаем гибридная между США и Китаем, о чем сказали американцы? к своим китайским партнерам. Все, ребята, мы заканчиваем с вами научно-техническое сотрудничество, и больше вы от нас новых технологий не получите. И по старым мы вам убедем ограничения. И оказалось, что Китаю это больно. Китай на порядок более технологический и финансово независим, чем Россия. Россия. Безусловно, это так. Но без современных разработок и огромной части высокотехнологичного оборудования микроэлектроники и наноэлектроники, так скажем, Китай оказался в ситуации, когда он кощики надувает, но упрощение любой экономики в этой ситуации оказалось неизбежным. Это факт. Поэтому вопрос, где найти компромиссную так сказать линию между технологической независимостью и техническим суверенитетом, а это оказалось не одно и то же, как мы с вами обсуждаем. Это вопрос, конечно, опять-таки тех прав... Типичная оптимизационная задача. Я можно научным языком? Совершенно верно. Но для того, чтобы она оптимизировалась в чуть больше вашу, нашу пользу, необходимо иметь аргументы в спорах за столом договорном, которые вы скажете партнерам. Ребята, если мы на наших условиях не договоримся, мы понимаем, что мы должны договориться. Наши условия такие. Если нет, то мы вам вот так. К сожалению, с каждым годом Россия теряет свои возможности предъявить аргументы об увеличении своей значимости в этом самом международном разделении труда. И это неизбежно должно произойти, потому что мы изначально 30 лет развивались как сырьевой предаток тех, кто между собой делит технологии. И через 30 лет сказать, что не, ребята, сейчас мы передумали, хорошо, что мы передумали, но отмотать за один день то, что мы сделали за 30 лет, очень сложно. Это делать надо, наверное, надо повышать нашу значимость. Еще раз, Александр, возвращаясь к тому, что мы обсуждаем, в том числе этих 200 лет. Страна 30 лет развиваются темпами с 90-го года темпами ниже 0,8% ВВП в год. Меньше 1%, 150 место в мире по темпам роста ВВП. Ребят, вы серьезно считаете, что мы можем какие-то аргументы предложить, чтобы с нами считались как серьезно развитой страной? Надо что-то делать для того, чтобы такой уровень появился. Да, мы по-прежнему сильная страна, мы по-прежнему можем кое-где кулаком по столу ступнуть. Но для этого необходима в том числе и воля тех, кто ступнет. Возвращаемся к первому вопросу. А кто у нас ступнет по столу? А наш правящий класс, он компрадорский на 85%. А как компрадоры начнут огрызаться с теми, кто их назначил на эту власть? Нет, но есть еще один момент. Позвольте, я вам его предложу. Как раз этот вопрос в продолжение того, о чем вы начали говорить? Вот в любой стране мира, я просто констатирую факт, есть разные сферы, существенно влияющие, определяющие жизнь в этой стране. Есть сфера экономики, значимая сфера, есть политика, ну, которая, ну, в нормальной ситуации является продолжением самой экономики, есть культура, это важнейшая сфера, о ней почему-то частенько забывают в последнее время. И есть определенные пропорции между этими сферами. вот более или менее оптимальные в тех странах, которые развиваются с темпами выше. Ну, приходится признать, что, значит, там эти пропорции находятся ближе к оптимальному. А что у нас с этим балансом между политикой, экономикой? Александр, я с вами тут хочу вступить в бескомпромиссный спор. Давайте откровенно, деградация культуры за рубежом, она настолько очевидна, мы не будем отдаваться подробностей, чтобы нас не снесли. Но насчет того, как развивается культура за рубежом, в какой оптимальном компромиссном варианте, я оставлю за скобками. Ситуация по разрушению в том числе основ религии католической тоже надо оставить за скобками. У нас много информации о том, что... Это объективный процесс, касающийся самой церкви. Поэтому насчет того, насколько правильно и хорошо там увязана культура, политика и так дальше, это отдельно в отговор. Поэтому, на мой взгляд, все-таки у каждой цивилизации своя культура, свои особенности, свой менталитет. И я все-таки соглашусь с теми представителями российской мысли, что Россия все-таки пока еще является отдельной цивилизацией, отдельной веткой цивилизации, суверенной, самостоятельной цивилизацией. Значит, у него свои есть и свой менталитет, свои ценности, свое понятие добра и зла, которое может отличаться от понятия добра и зла других цивилизаций. Стоп, 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 а чем оно отличается? Вот что, где-нибудь в Англии, если люди видят какую-то несправедливость, они начинают хлопать в ладоши и говорят, давайте-давайте побольше несправедливости. Нет, ну вы слишком близкие между собой параметры ставите. Вот допустим, в нашей стране людей считаются неправильно, это нехорошо. А есть цивилизации до сих пор на Земле? Ну это маргинальный случай, а так вот если... Почему? Почему? Это, опять-таки... В социальном смысле мы везде друг друга едим. Если вы приняты на работу, а вам мы перезвоним, вы этого человека съели, да, то есть поступив на это рабочее место, это же происходит, да, я уже не говорю про военные конфликты. Ну, Александр, не надо утрировать. Дальше, вопрос справедливости по большому счету. Если уж, таки, вы про Великобританию говорили, давайте вспомним тогда про концлагеря. Кто изобрел концлагерь? Сталин, Гитлер, ничего подобного. То, как были задуманы концлагеря, как они это сделали, наши гуманитарии из Великобритании. Англичане... Владимир Николаевич, мой дорогой, нельзя жить в прошлом. Понимаете, вот это наша русская фича, я извиняюсь за английское слово, значит, вспоминать исторические обиды, ну, это можно с ума сойти. Давайте умные воины вспомним. Вот представьте, что мы не, так сказать, вот не средний мост такой между Европой и Азией, а находимся, Россия находится в центре Европы. История Европы это история войн. Если там все друг к другу начнут припоминать, то вот у меня есть Голландия, он говорит, я не люблю немцев, я говорю, почему? Они, моего дедушки, когда немецкие войска вошли в Голландию, забрали велосипед, вот пусть вернут мне велик, вот тогда я, типа, к ним начну относиться нормально. Велик мне не вернули. Ну, нельзя этим жить, понимаете, если мы друг другу обиды начнем припоминать. Ну, нет сейчас в Британии концлагерей, Владимир Николаевич, ну, нет эмоциональности. Значит, смотрите, насчет того, что нельзя быть жить в прошлом. Это так. Мы с вами начали разговор о том, что мы находимся в состоянии страны, которая находится в колониальной зависимости. С этим будете спорить? Мы сейчас находимся в колониальной зависимости. Я вам возражу тоже, что я говорю всегда, несмотря на колониальную зависимость Индии, Китая, значит, вот Китай сейчас увеличил в этом распределении политики, экономики и культуры долю политики и хопа. Хрен тебе, они технологии, я извиняюсь, там простым языком. Ну, вот Индия и Китай смогли выйти из этой зависимости, а мы нет. Ну, считайте, что эта зависимость это плохая погода на улице, Владимир Николаевич. Ну, вот представьте, что на полгода зарядит дожди. Вы что, не пойдете на родной завод им руководить? То, что они не собираются жить по-старому, безусловно так. То, что технологии угнетения и удержания территории в зависимости меняются, это тоже так. Не меняются цели колонизаторов и стран, которые пытаются кого-то поставить в зависимость. Что касается Китая и Индии, я с вами соглашусь, но они не в тот момент стали независимыми и поменяли свои, так сказать, отношения с теми, кто их угнетал. Когда они в какой-то день барс и выбрали другого президента или другого премьер-министра. Они к этому шли долго, постепенно, создавая те или иные силы противодействия, свои национальные интересы, концентрируя в той или иной группе отечество-ориентированных политиков, так скажем аккуратно, которые с трудом выживали, а некоторые не выживали. А у нас насчет тех политиков или просто людей, которые готовы отстаивать отечественно-ориентированные цели и задачи. Вот последнее событие. Мы же не можем не заметить, что к какому-то странному стечению обстоятельств люди, которые имели патриотически настроенные лозунги, двигали в стране, почему-то оказались все репрессированы. Практически за редчайшим исключением. Как только какая-то группа лиц или людей запускает патриотически настроенную, так скажем так, риторику, с ними происходят какие-то неприятности. это же очевидная вещь. Поэтому вопрос, происходит ли это случайно или опять-таки под влиянием интересантов с учетом давления внешнего правления, на мой взгляд, иллюзии, что это случайное совпадение у людей России... Мне кажется, это чисто внутриполитическая вещь. Вот если было такое движение или группа народные лидеры, вы туда входили, вам ли не знать. туда ходил Павел Николаевич Грудинин, Игорь Иванович Стрелков. И я могу сказать, что слава Богу, с вами все в порядке, но вот сказать, что с Грудинином, со Стрелковым все в порядке, я на сегодняшний день не могу извинить. Ну, смотрите, вопрос дискредитации любого человека проблемы не составляет для серьезных государственников машины. Дискредитировать можно любого. Но понимаете, для того, чтобы понимать, врет машина государственная про человека или нет, надо хотя бы быть знакомым с этим человеком. А так вы будете слушать любую сказку из телевизора про того или иного лидера или кого-то еще и будете в нее верить. Это все ерунда. Ну, если по ближайшему моменту пройтись, вот Игорь Стрелков, который сейчас в ситуации казался неприятным, то я с ним знаком, много раз общались хорошо общались в разных мероприятиях. Человек без компромиссов. И так скажу. Человек честный и без компромиссов. Я все, что касается его нечестности и всех остальных, для меня это меня машина государственная в этом плане не пробьет. Я его слишком хорошо знаю, чтобы поверить во всю ту бурту, которую про него говорят. Я скажу больше. мне говорят, а настолько он бескомпромиссен. Настолько он бескомпромиссен. Вы знаете, я знаю только одного более бескомпромиссного с перебором человека, чем Игорь Стрелков. Тоже. Просто. Это человек вообще или черное или белое. Если ты перешагнул, все, ты недостоин. Самый бескомпромиссный человек, который я знаю из своего окружения, из своих знакомых, хороших, я этим, кстати, горжусь, она не простит никакого вот такого отступления от принципов, которые у нее есть. Это Ольга Четверякова. Вот она самый бескомпромиссный человек в своих убеждениях там не полбала не даст никому отступить. Стоим до конца. Вот примерно ее позиция. Так вот, после нее по бескомпромиссности я считаю, если у кого. А слушать про то, что где-то кто-то, чего-то, как-то, где-то. Понимаете, человек, который, в принципе, для себя решения все принял. И свою жизнь он на алтарь давно уже положил, так или иначе. Понимаете? Он не самоубийца, безусловно, нет. Но для себя он сделал решения, которые может сделать только смелый человек. А к тому же он мискомпромиссный. Поэтому все остальное я не хочу сейчас никого не защищать, правильные у него идеи, неправильные у него идеи. Я сейчас охарактеризовал его внутренний внешний, внутренний мир, его менталитет. Смелый, честный, бескомпромиссный. Правильно у него идея, неправильно. Вопрос другой. Но давайте опять-таки откровенно, этот человек так или иначе является определенным символом и знаком той или иной русской весны, которая в свое время была. и тот факт, что сегодня этот знак топчется по темным причинам, для меня тоже это определенный в общем-то знак, если хотите. А то, что дискредитировать можно любого человека, поверьте, поверьте, конечно, любого, даже самого первого, даже самого лидера. Извините, вспоминаем историю со Сталином. Это был величайший лидер нашей страны. Не прошло не так много времени, а его имя было втоплано в грязь. И страна верила в то, что он там тиран и негодяй. А когда прошел 20-й съезд КПСС, то через неделю во Франции полмиллиона коммунистов французских выбросили свои партбилеты в сену после доклада о культе личности. О культе личности. Это очень легко дискредитировать любого человека. Я скажу больше. В нашей стране, в России, как только царь, император, генсек и кто-то еще уходит, приходит следующий, оказывается, что предыдущий был просто страшным монстром. Выкладывается столько жуткой информации. И люди, которые вчера еще говорили и пели осану со всех экранов, говорят, ну да, конечно же, это ужасно. С этим надо что-то делать, надо срочно что-то исправлять. И снова появляется новый кумир, которому поют осаны, а предыдущих на них все сваливает, все до последнего. Здесь стоит остановиться. Вот это вот политическая традиция игры с нулевой суммой. Она разве не в ущерб стране? Она вот, условно говоря, я понимаю, откуда она взялась. Это еще от Византии идет, когда предыдущий правитель практически дискредитируется, уничтожается. И именно из-за этого, мне кажется, 90% наших внутриполитических проблем. То, что, как вы говорите, значит, вот эти самые народные лидеры в Апале, это же следствие вот именно вот этой политической традиции. Именно вот этой. это же старое правило. Если хочешь победить, у тебя есть два варианта. Первое, обогнать соперника. Второе, оттянуть его за резинку трусов, пускай повалился. Условно говоря. Поэтому, если вы не можете победить соперника в честной борьбе, значит, надо принимать нечестный метод. Это один момент. Ничего нового в истории не происходит. И если появляется яркий лидер тот или иной, и мешает вашему сиянию, значит, соседнее сияние надо погасить, чтобы он не оттенял. Понятно, да? У нас что, мало сейчас на непосклонении нашей политики людей, которые самолюбуются и пытаются сиять и очень сильно ревно относятся к тому, что кто-то перекрывает их сияние. Ну, это можно... Почему объединение не происходит? Все не могут помериться своим сиянием. С каждым сиятелем и за каждым сиятелем сидят и та или иная сила очень часто, которая, в общем-то, это сияние раскручивала по большому счету. Мне поэтому очень просто обсуждать, потому что я на эти вещи за 10 лет насмотрелся. Я потому туда и не записываюсь, и не лезу. Там все очень сценично, гадко, плохо пахнет и противно. Мне там неинтересно. Я там все уже давно все понял. Но... Может так получиться, что вы будете вовлечены в политический процесс, потому что люди, которые составляют вашу аудиторию, под каждым эфиром пишут Баглаева в премьеру. Я надеюсь, что в новом политическом цикле вам через «Не могу» придется в эту сферу. Давайте если иллюзию в сторону странить, есть два момента, которые принципиально важны в этой ситуации отразить. Я не хотел бы расстраивать тех, кто поддерживает или не поддерживает меня. Есть два момента. Первый момент. То, как я говорю и что я говорю, именно потому, что я не собираюсь идти в политику, и мне абсолютно все равно, что думает обо мне тот или иной представитель того или иного электората, я не набираю себе электронную массу, мне это не надо, я не политик, я могу говорить то, что я считаю нужным и правильным. Если я буду пытаться набрать тот или иной электоральную массу или сторонников, я буду говорить не то, что думаю, а то, что должно понравиться тому или иному человеку и этой группе лиц. А это неправильно. Поэтому для того, чтобы оставаться перед собой честным, ну и в том числе с тем общаешься, неучастие в политике это позволяет. Это первое. Второе. Значит, я совершенно убежден и хочу, чтобы это тоже люди понимали, что назначение или снятие одного отдельно взятого человека на тот или иной пост, премьером, президентом, главой вселенной или императором галактики на самом деле ничего не меняет. К власти приходит не какой-то отдельно взятый человек, тем более человек, которого избрал народ. Понимаете? Это сразу две жутких иллюзии в одной корзинке. Каждая из них по себе уже неизбыточная иллюзия. Человек избран народом, в нашей стране ситуация, это иллюзия. И человек, который один в одиночку может поменять все в той стране, это вторая иллюзия. Две иллюзии одновременно это уже перебор в иллюзиях. Поэтому вопрос следующий. С точки зрения тех или иных перемен, перемены те или иные будут происходить на основании столкновения сил, сил, которые есть в стране. Эти силы между собой сейчас будут так или иначе заниматься перераспределением властных полномочий, а под властные полномочия будут распределяться потом финансовые потоки для того, чтобы эти властные полномочия были использованы для достижения той или иной группы эллиц и сил в стране тех или иных целей. Государственных ли, частных ли, личных ли или внешних ли, условно говоря, да? Вот эти силы будут между собой за этот ресурс бороться. В этой борьбе рано или поздно, скорее всего, рано, им потребуется легитимная поддержка от народа, за которую они будут биться, каждый со своей стороны, объясняя, что они правильные, они народные, а те неправильные, ненародные. Ну так, по большому счету, это стандартная ситуация. То есть, вспоминайте Украину, 14 год, Майдан. То есть, внутри элитной разборки потребовали присутствия народных масс для того, чтобы усилить ту или иную позицию, ту или иную силу. Когда вопрос решился, больше народ был не нужен. Это же происходит постоянно везде. Поэтому, сейчас, задача, не то, чтобы народ тут не при делах, народу действительно надо понять, чью сторону принять. Это действительно так. Но, в этом вся, на мой взгляд, и серьезнейшая проблема. Ведь сегодня мы очень плохо понимаем, вообще говоря, кого, в какую сторону из противооборствующих кремлевских башен можно занести. Кто из них наш или хотя бы немножко наш, а кто из них совершенно не наш. Когда мы говорим, что вот прошел там мятеж, да, и президент сказал, все, есть мятежники, есть организаторы мятежа, организаторы мятежа сказал президент. Прошло время ни одной фамилии, ни одной фамилии. Как так? Мятеж был. Были организаторы. Фамилии не названы. Не названы мятежиары. Не названы организаторы. Вот мы даже здесь не можем все разные иллюзии, версии в телеграм-каналах рассказывать, фамилии разные называют. А это все вбросы, которым можно верить, можно нет. А на каком основании поверить? А на каком основании не поверить? Вы понимаете? Вопрос дискредитации той или иной фамилии легко обозначить, если была бы такая цель. Но вот здесь как понять, на чьей стране выступили? Я ощущаю, у меня есть четкое понимание и ощущение, что мы находимся на старте определенных предвыборных процессов и сейчас, конечно же, будет борьба идти за то, чтобы привлечь на ту сторону голоса избирателей. Не, могут сказать, что там же припишут, не припишут. Вопрос не о том, что припишут. Все равно поддержка народная нужна тому или иному направлению, той или иной башне, той или иной эфире. За нее сейчас будет идти борьба. И я вот сейчас пытаюсь понять, как она будет распределяться, между чем и чем, между кем и кем. Вот вопрос. Даже для концерта, для спектакля, самого низкопробного спектакля, можно предположить оппонента в кандидаты на президентских выборах, чтобы это не было смешно для случайно попавшего на выборы избирателя. Знаете, как политтехнологи называют нашу вот эту всю выборную ситуацию? Очень смешное сравнение Белоснежка и Семь гномов. Ну, то есть, вот, лидер, лидер всегда очевиден. И я вам хочу сказать по поводу народа, о котором вы сказали, что его так или иначе привлекают, а я вот тут в большом затруднении, честно говоря. Вы говорите, мятеж или там мажь справедливости. Помните, в 16-м помните? Я выразился официальными... Не-не-не, я вас не ловлю. Мажь справедливости это не официальное название, а официальное власть и президент это назвал мятежом и сказал, что есть цирранизаторы мятежа. По-моему, в 16-м году старость, не радость, уже не вспомню точно, такой же мажь справедливости был в Турции. И что мы там увидели? Мы увидели, это, кстати, ночью все происходило. На улицы городов вышли люди. Военным не давали двигаться. Там, по-моему, сейчас тоже не вспомню точно, по-моему, около 200 человек гражданских погибло. Ну вот, а когда у нас был, значит, мятеж, да, принимая вашу официальную формулировку, что-то я ничего подобного не видел. Народ, он вообще где? Он вообще в каком состоянии? Я что-то вообще не понимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...